Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят журналисты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржаке. В начале выпуска коротко о главном. Количество бездомных людей и попрошаек становится все больше. Долгожданные события. В Караганде начался ремонт автодорог. Второе место на конкурсе «Жасканат» получила карагандинка. Обо всем по порядку. В Караганде с каждым днем увеличивается число бездомных и попрошаек. Зачастую они сидят прямо на улице с протянутой рукой. Нередко это люди с ограниченными возможностями. Почему увеличивается их число и куда им можно пойти за помощью, узнавал наш корреспондент Аймамрина. На самых оживленных улицах нашего города нередко можно увидеть людей с ограниченными возможностями, которые просят подаяния. От общения с журналистами они, как правило, отказываются, советуя не лезть в их жизнь. Ведь бывают, за подаянием идут и мошенники, лжеинвалиды и просто бездельники, которые любят легкие деньги. Такая же история и с эмигрантами. На территории Казахстана они находятся незаконно, но все же пристают к людям с просьбами о помощи. Зимой живут на теплотрассах, а летом промышляют бродяжничеством. И если одних устраивает такая жизнь, то другим реально нужна помощь. Единственное место, куда могут обратиться бродяги – это центр адаптации бездомных, который находится в Майкудуке. Здесь приготовлен теплый кров, еда и медицинская помощь. Если нужно, восстановят и документы. Сейчас здесь 49 постояльцев. В основном контингент подопечных – это бывшие осужденные. Здесь определенный график, например. В 7 утра, например, подъем. Ну, они там в 8 должны уже завтракать. Потом обед. Вечером в 6 часов у них ужин. Потом до 10 они телевизор смотрят, там, книжки, библиотеки свои. Потом они уже 10 часов у них уже отбой. А это все их не устраивает. И всегда они должны душу принимать. Здесь все есть, условия на каждого. Но они это все не хотят. Хотят свободного образа жизни. Александр Попов попал в этот центр после обморожения ноги. Его в таком состоянии нашли милосердные люди на улице. Распутный образ жизни, тюремные годы сделали свое. У мужчины тогда не было даже удостоверения личности. Только паспорт со времен Советского Союза. Когда начали восстанавливать документы, выяснилось, что его нет даже в списке живых. Собственный сын заявил, что отец умер. Сейчас мужчина сожалеет о многих вещах и хочет исправить свою жизнь. А вот у Алевтины Нетесовой история немного печальнее. Она в центр попала после смерти единственной дочери и мужа. К тому же сама женщина попала в тяжелую аварию. В результате получила серьезную травму, потеряла документы. С тех пор живет в этом центре. С благодарностью отзывается о персонале. Если с кем так случится, я, конечно, желаю, чтобы они попали вот именно сюда. К тем добрым людям, которые так относятся. И все усилия стараются сделать нас счастливыми. А вот жители нашего города к этой проблеме относятся неоднозначно. Кто-то судьбу этих людей понимает. Для кого-то сам факт их нахождения на улице неприемлем. Я считаю, что пенсию достаточно у нас платят, чтобы вот такого вот безобразия не было. Нужно какие-то меры принимать правительству нашему, чтобы вот этого не было. Но вы сами видите, что их все больше становится? Конечно, все больше, потому что люди пьют. А между тем факт остается фактом. Люди без определенного места жительства на путь исправления встают неохотно. В центре адаптации за текущий год восстановили 47 документов. Больше 10 человек трудоустроили. У каждого есть шанс вернуться к нормальной жизни, говорят сами постояльцы. Если у вас есть такие знакомые, помогите им. Протяните руку помощи. Телефон центра адаптации 503245. Аймамрина, Исламбекоспан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Какие пути можно предложить местным предпринимателям и большим национальным компаниям, чтобы казахстанский продукт нашел своего покупателя? Об этом шел разговор на Тимиртауском форуме по развитию местного содержания. На дискуссионной площадке акционерного общества Арселор Миттал Тимиртау собрались более 100 товаропроизводителей региона различных отраслей промышленности. Форум помог местным товаропроизводителям узнать правила и планы закупок, что называется, из первых уст. Были обсуждены текущие проблемные вопросы по развитию местного содержания. Организована диалоговая площадка между предприятиями и структурными подразделениями по материально-техническому снабжению акционерного общества Арселор Миттал Тимиртау. Сложно административным путем заставить национальные компании покупать что-либо. Поэтому с начала текущего года в Ематовом области регулярно проводятся подобные встречи между потенциальными заказчиками и товаропроизводителями области. На экономические отношения в какой-то степени влияет и внешняя политика. К сожалению, на всех этих первых линках на сегодняшний день есть проблемы. Так как все эти три линги зависит от нефти, то, что упало на целом нефти, сказалось, конечно, на потенциал. По итогам форума подписаны два меморандума о взаимном сотрудничестве между Арселором, Казахмысом и предприятиями области на общую сумму более 7 миллиардов тенге. Мы эту работу будем продолжать. В частности, в июне мы также планируем встречу наших предприятий, производящих продукцию строительной индустрии, с строительными организациями. Это будет в конце этой недели. И в конце месяца к нам с визитом приезжает генеральный директор ТШО Тенге-Шеврой в Казахстан, где также будет проведена встреча по увеличению отечественного содержания в работах Тенге-Шеврой. На сегодняшний день уже организованы встречи в формате диалоговых площадок с Акционерным обществом Национальная компания «Астана-Экспо-2017», ТО «Корпорация Казахмыс» и другими крупными заказчиками региона. Все это делается для увеличения объемов производства казахстанских товаров. Поэтому мы пытаемся использовать чисто экономический стимул прежде всего. Говорим о качестве товара, говорим о ценовой политике. Кроме того, сегодня, например, «Селор Миттал» перешел на такую практику, когда после проведения тендера, когда определяется победитель, если этот победитель не является отечественным производителем, они дают на тех же условиях возможность отечественному производителю поставить свою продукцию. Товар – цена – качество. Вот основные критерии, по которым выстраиваются отношения местных товаропроизводителей с крупными компаниями. Сложности еще и в том, что многие наработки по передовым технологиям были утеряны, чем и пользуются иностранные товаропроизводители. Нам из-за рубежа продается все втридорого, мягко скажем, втридорого. И политика моей компании – удешевить этот самый процесс. В первую очередь для производителя казахстанского, чтобы он конкурентно мог работать с такими компаниями, как «Казахмыс», «Арселор Миттал». И в принципе я считаю, что бизнес, и новое сейчас слово «бизнес» должен подходить ответственно, и не всегда надо смотреть на маржу свою и на большую прибыль. В первую очередь должна быть нормальная, адекватная оценка своему продукту. По результатам данных мероприятий, производителями Карагандинской области заключено 139 контрактов с системообразующими предприятиями на общую сумму более 34 миллиардов тенге. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Долгожданные события. В Караганде начался ремонт автодорог. Первыми были перекрыты Пичугина, Пригородная, Муканово и проспект Шахтеров. Сегодня Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков, обижая участки, где уже начались работы, отметил, что работы продолжатся до осени. Расскажет Аймамрина. Жалобы и обращения людей все-таки были услышаны. Дороги в городе перекрыли для ремонта. Во-первых, чинят полотно, начиная от вокзала до улицы Пригородная, около военкомата. Компания-подрядчик ТО РСУ по ремонту дорог обещает хорошее качество и гарантию на три года. За эту территорию они получат более 170 миллионов тенге. Протяженность дороги 3,6 километра, квадратных метров 32 тысячи. Здесь заложено и выравнивающий слой, и двухслойное покрытие, и водоотводные. В одних и некоторых местах нанесу оружие, из-за чего развивается дорога. Поэтому предусматриваем обязательно ливнеприемники строительства. А это второй участок, где уже работы идут полным ходом. Дорога ведет на аэропорт. От улицы Муканово протяженность полотна составляет 7,5 километров. Дорога уже давно не ремонтировалась, и по ученикам мест много, Так что сложность придает, но мы стараемся срок выполнить. Основное правило не изменять технологию строительного производства, дорожного строительства. Делать все по технологии. Посетил объекты ремонта и Нурмухабет Абдебеков. Он лично поговорил с каждым подрядчиком. Полностью работают в основном наши карагандинские подрядные организации, пройдя все тендерные процедуры. Качество выполняемых работ в предыдущие годы показывает достаточно хорошее. Надеемся, что выполненный работ позволит обеспечить хороший проезд по этим улицам в течение длительного периода времени. Карагандинские автолюбители пожелали Акимату лучше следить за качеством работ подрядчиков. Все дороги разбитые. Если они так отремонтируют, подлатают, если что-то такое сделают, то еще можно ездить. А во всяком случае, таких дорог нет, можно сказать. Посмотрим, поживем и видим. Можно так сказать. Какую гарантию они там дадут, что там будет, не знаю. Я не знаю, куда смотрят наши чиновники. Дороги ремонтируются постоянно, но служат только год. Кто должен это контролировать? Хотелось бы, чтобы наши исполнительные органы постоянно следили за этим. В текущем году на ремонт автодорог будет потрачено более 2,5 миллиардов ценге. Среднему ремонту подвергнутся 18 улиц нашего города протяженностью 34 километра. Комплексный ремонт будет произведен на двух автомобильных дорогах. Сейчас уже начались работы на двух участках. Это улицы Пичугина до Пригородной и участок автодороги Алматы-Екатеринбург от Муканова до Путепровода. Качество покажет время и оценят автолюбители. Пока же нам остается лишь ожидать. Аймам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. В шахтерской столице открыли дом молитвы и синагога для еврейских народов. На торжественную церемонию приехали представители духовенства из Израиля и США. Николай Кровец более подробно. В торжественной обстановке открыли в Караганде синагогу. Дом предназначен для молитв, а также для проведения традиционных праздников. Символично, что открытие данной синагоги совпало с началом работы Пятого съезда. Эта синагога, как и многие другие культовые сооружения, которые были возникнуты за годы независимости нашей страны, является символом толерантного и миролюбивого Казахстана. В Караганде всегда была большая община. Всегда было столько евреев, которые были сосланы, которые были здесь в лагерях, до которых Казахстан и Караганда стала домом. Никогда не было синагоги, где люди могли бы разговаривать со Всевышним. На сегодняшний день действует только пять еврейских местных религиозных объединений. Все общины имеют специализированные культовые сооружения, которые расположены в Астане, Алматы, Павладаре, Шемкенте и Усть-Каменогорске. Теперь такой дом молитвы есть в Караганде. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области ряд руководителей отделов Актугайского, Бухаржираусского районов и города Балхаш были привлечены к дисциплинарному производству. А все потому, что не своевременно рассмотрели обращения граждан. Также допустили ряд нарушений в распределении государственных должностей. Рассматривались дисциплинарные дела в отношении руководителей двух крупных отделов Актугайского района, также двух должностных лиц города Балхаш и поселка Габидена Мустафина Бухаржираусского района. Секретариат дисциплинарного совета в отношении должностных лиц аппарата Акима Актугайского района возбуждены пять административных производств, которые направлены на рассмотрение суда и которые на сегодняшний день находятся на стадии рассмотрения. По словам Акима Актугайского района Ниханбая Умарханова, в районе еще много проблем. Не хватает специалистов. Многие дома в районе старые. Есть нарекания и по дорогам. Для молодых специалистов не созданы благоприятные условия. Может, поэтому они и не хотят идти работать в село. У нас нехватка кадров. Это на сегодняшний день один из главных вопросов. По выявленным нарушениям некоторые вопросы были направлены на рассмотрение в суд. А по другим дисциплинарный совет будет вести дальнейшую работу. Гульнор Жакенул, Жас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В 2015 году исполнилось ровно год, как завершился этап объединения пенсионных активов казахстанцев. Передача сбережений в Единый национальный пенсионный фонд дошла в полном объеме, отмечают специалисты. По сравнению с прошлым годом инвестиционный доход по накопительной системе намного вырос. На 1 июня 2015 года в ЕНПФ уже открыто порядка 369 567 счетов. А это хорошие показатели. В Карагандинской области во всех районных центрах работают офисы Единого пенсионного фонда, в которые за информацией своих пенсионных накоплений уже обратились более 3 миллионов человек. Всего за 2014 год пенсионные накопления казахстанцев превросли порядка на 784,4 миллиарда тенге. В том числе сумма инвестиционного дохода по накопительной пенсионной системе, распределенного на счета вкладчиков, составила 234,4 миллиарда тенге. В 2014 году доходность пенсионных активов составила 6,31% годовых, что значительно превышает доходность пенсионной системы в 2013 году, которая составляла 2,2% годовых. Практически в три раза доходность в 2014 году выросла. Тенденция повышения инвестиционного дохода сохраняется и в этом году, в 2015 году. Инвестиционный доход, полученный ЕНПФ за 5 месяцев работы, составил порядка 121,820,000,000 тенге. И последнее. Стали известны победители конкурса молодых исполнителей «Жасканат», который завершился в Астане. Второе место на нем заняла Лаура Айтпаева из Караганды. За победу девушка получила диплом победителя и денежный подарок. Конкурс молодых исполнителей «Жасканат» в этом году собрал 15 самых талантливых певцов из разных уголков Казахстана. Среди них карагандинка Лаура Айтпаева, которая стала обладательницей «Серебряного крыла». Девушка начала петь еще в детстве, закончила музыкальную школу по классу «Дамбра». Теперь обучается в школе искусств имени Татимбета. За победу в конкурсе Лаура получила денежный приз в размере 90 тысяч тенге. Девушка уже знает, как потратить деньги. Она хочет купить себе красивые платья. Трансляцию самого конкурса можно увидеть на одном из республиканских каналов. Николай Кровец, Ожас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова